всем привет поздравляем всех с наступившим новым годом в этом видео я расскажу и покажу как мы готовили йолу кинку рождественскую ветчину купили мы ее уже после рождества по скидке потому что в оригинале она стоит довольно таки дорого вот эта упаковка которая очень понравилась моим котам максу и лекси весит практически 7 килограммов точнее 6 килограмм 950 грамм коты были просто в восторге от такого огромного куска свинины тут же принялись его облизывать здесь она замороженная посмотрим ее с разных сторон и так на ценнике вы видите вес 6 килограммов 950 граммов изначально цена за килограмм 5 евро 98 центов и цена за вот этот кусок 41 евро 56 центов мы купили этот кусок примерно за 13 евро как видите этот кусок свинины упакован в сеточку ну и затем естественно в пакет этот кусок свинины мы оставим на ночь размораживаться и уже на следующий день будем готовить итак свинина наша разморозилась и готова к запеканию на столе у меня тут куча свечек по случаю рождества и нового года а также те предметы которые нам понадобятся это решетка на которую мы поместим свинину и противень в которой я налила немного воды чтобы жир который будет капать со свинины не пригорал еще нам понадобится термометр который мы воткнем в этот кусок свинины и так распаковываем свинину в интернете очень много разнообразных рецептов в них конечно есть что-то общее но есть и всякие различия я нашла два рецепта которые мне понравились ссылки на них я дала в описании к видео один из них компания снялман и другой хо-ко в целом суть одна и та же ветчина запекается примерно один или полтора часа на каждый килограмм запекается примерно на 100-125 градусах по рецепту фирмы снялман сначала нужно запекать полчаса на температуре 200 градусов и только потом уже снизить температуру до 100 именно так мы и поступим и вот свинина с термометром в духовке коты ложатся отдыхать в ожидании вкусняшки через полчаса ставим духовку на 120 градусов и ждем около десяти часов вот такая румяная ветчина у нас вышла после этого снимаем сеточку а теперь снимаем шкуру и жир и это еще не все теперь готовим соус которым обмажем ветчину и до запечем еще минут 15-20 соус может быть разным естественно мы для этой обмазки берем один желток и горчицу и смешиваем между собой а также нам понадобятся панировочные сухари и приправы по вкусу смешиваем яйцо и горчицу и обмазываем ветчину сверху посыпаем сухарями и ставим в духовку разогретую до 250 градусов вот такая неказистая ветчина у меня получилась в конце концов впрочем и нам и котам она очень даже понравилась с наступившим новым годом вас всех надеюсь он будет хотя бы немножко лучше чем предыдущий год в следующем видео мы наконец-то займемся грамматикой а также на очереди еще одно видео по разговорному языку кроме того с февраля мы открываем спонсорские подписки на наш канал кроме того